Созотно-толкового забота. И это, ой, Лиза, ты знаешь, что мой муж арестован. Я говорю, ну а куда я могу знать? Я же не имею права ничего говорить. Да, я говорю, я только слыхала. Я говорю, я встретила там возле трамвая такого-то, такого-то. Мне сказали, что арестовали этого, арестовали этого. Я, значит, так было. Ну и вот сумма на плавши стоит возле меня. Ну, а что я могу сказать? Ну, мы так поговорили, она говорит, я что-то поговорила, мне на беседе все стало. Ну, и мы распрощались. И вечером я прихожу на работу, мне секретарь говорит. Лиза, иди, тебя выдавает начальник. Ну, шо такое начальник меня подавляет? Ну, мы дружно были так там. Вот, захожу. С кем ты разговаривала? Я говорю, как с кем? С сотрудника моего, этого, жена. Я говорю, он же арестован, и она поделилась со мной. Как ты имела право? Я говорю, а шо, я ей рассказывала, что-то. Я сказала, шо, я ничего не знаю. И не знаю, где он, и шо он, и так. Она же не знала, что я работаю в НТВД, об этом же никто не знал. Вот такой-то к небу и голодку. Шо, ты больше ни с кем не останавливаешь, разговариваешь. Я говорю, ну, я плевать людям в лице не буду. И повернулась и пошла. И мы не сняли. Нет. Я работаю. А вы не помните фамилии вашего начальника? Это он, Юрий Лев, Шнейдер, кажется. Я точно не помню. А имени не помните? Нет, не помню. А вы помните имена тех, кого из ваших знакомых репрессировали? Я не могу сказать. Я не помню ничего. Я уже не помню. Я вот даже, я с одним парнем встречалась. Так я выхожу в коридор и вижу к стене столик, где отец там. Так я быстро вошла опять в нашу бюро, и это же он даже не видел меня. Отец его. И я вот не помню. Я встречала своего сына. Старый такой. И он так выглядел хорошо. А я как взямывал, он тебя вообще спугало. Такой он был страшный. Я помню. Я же не помню. Я не помню, что было вчера. Так что вы не обижайтесь. Я не помню ничего. Расскажите, пожалуйста, о вашей жизни в эвакуацию. Ну, это, я на Азот не только вам работаю, и вот, когда эти, наступали немцы, уже, это, подходили даже сюда, так меня посадили. Я занималась эвакуацией. Многие, которые, например, у меня там жила для него сотрудника, жена русская, сестра ее русская, сказали, чтобы я их не записывала, чтобы я не это в эвакуации, они могут остаться здесь. Но если у меня муж был, муж был еврей, как ты думаешь, ее, она бы осталась жива? Ну, и, в общем-то, старалась по ногам. И вот, это, списки эти, мы работали по вечерам, и я здесь начальник один отдела жил нашего, так он у меня на машине, и это, бывало, подвозить, я уже не трамваем еду, а он меня подвозит сюда, потому что болели, чтобы еще кто-либо не стуканул. Да, ну, и это, и вот нам дали целый состав, и мы это, собирались. И вот сказали, что собираетесь, и такого-то числа надолеет, стоит этот поезд, и вы будете ехать. Куда, и сказали, а вы будете ехать. Возьмите там, чего-либо поезд на несколько дней, ну, и поменьше еще. Ну, и вот, была я, вот эта Сара, и это, брат уже в армии был, он был, служил на московском, на московском, демьянин, на московском в армии был. Да, и это, и сестра, вот эта больная, Роза, и эта Сара, мама, и я. Ну, и мы, говорит, все оставили. Дома у нас стоял седок выше этого, и больше этого стола, в той комнате стоял. Папины вещи все сохранялись. Он заходил, не в пучаках, не это, а, знаете, римные такие, как они назывались, я уже забыла. И у папы были, папи, эти, там, папин, мамин брат, когда он в Америке был, там, или это, так присылали ему одежду иногда, чтобы это, ну, чтобы он хорошо был одетый. Так мама заперла это, потом эти книги, потом одежда наша, под стель, все это. Она заперла этот сундук, заперла двери, отдала соседям ключ, и мы уехали. Ехали мы неделю с бедными, или больше, ну, и на этих вставали, там, купить, вызывать зала, там, что-нибудь позвать, или все. И это, и приехали в эту губах. Дали нам, это, комнатку в общежитии. Клопот там было, что сидеть невозможно было. И потолон, и под стенами, и все. Ну, так вот это, Сара, это, попросили у соседей эту, банку, и она, бывало, кайдетный божар, банку этого, без бед, ну, керосины. И мазали стены, и мазали полы, спали на полу, с клопами, и все. Ну, потом вывели эти клопоты, и потом мне дали комнату большую, в большом доме, большая комната. И мы, это, перебрались туда. Там уже чище было, и это, и дали нам покроватьки, дали постели немножко. Так что, мы уже, это, мы выпусывали дрова, топили эту комнату, конечно, уделом, и это. И там переехал с нами, этот, конный двор у нас был, конный двор, переехал тоже туда. И эти, как относились они ко мне, они буляли, там, с лошадью, что тут случилось, у нас поткнуло с ногами, и все, как ее зарезали. И он мне принес вот такой кусок мяса, стучится в дверь, мясо. Лиза, я тебе принес мясо, тебе на месяц хватит, по кусочку. Да, я это, ну, я, конечно, заблагодарила и целовала ее. Я говорю, большое спасибо, что вы такие добрые. Ну, кто нам поможет, мне, конечно, да. Приношу его, это, в квартиру, это, я говорю, мама, вот это конина мне принес, там, и вам, что это, они, это, забили, не очень. Ну, я говорю, так, ну, я говорю, так что, ты думаешь, я буду говорить? Я говорю, я буду говорить ее. Она же, это, мы же кочер молодцы деми. А еще раз все думаем, мы же никогда его не деми. Ну, и она, это, соседка там была, у нее коза была. Так она что-то мне, два или три стакана нам дала, это, молота козына. Или его, или это. Я говорю, если б тот знал, он бы лупил меня. За то, что, как это так, я смело, а дальше, когда вот он мне принадлежал. Вот так мы жили. Ну, работала я на азотно-тукаринзоводе. Была я уже беременная, когда, в 42-м году. Я родила сына, там мне очень помогали, это, начальник мой, он был, это, это, в МКВД сидел. И ему кто-то сказал, что я работала в МКВД. Потом мне, как стал рассказывать, мне часами сидело, как он там был в этом. Так он меня прикрепил к столовой, мне каждый день давали обед, это, молоток, который носит, это, бетончик, супу давали. Так мы, это, эту, Сару уже в армию забрали, остались мы втроем. И маленький этот, Волочка. Вот, вот так мы жили. Ну, нет, неплохо, конечно. Мы тогда же были эти карточки, получали клетки, там масло, там это, сколько было, столько это. Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы встретились со своим мужем. С кем? Со своим мужем? А, это, встретил, я с ним случайно, там в Губаке, а он с Кривой Рога был. Как его зовут? Его звали, ну, подожди, так, по-русски я его не давала, я уже давно запрошу. Семи, Семи. Да, так, это, встретились мы, ну, там немножко встречались сразу, а потом, значит, он говорил, что он там, такой, немножко болезненный был. Потом, значит, его вагнию не возьмут. Ну, и мы решили сойтись. Мы сошлись, а его вагнию взяли. И он говорит так. А мы ходили расписываться, заболела та, которая расписывала. И это, было закрыто там, где расписывался. Ну, мы решили, мы для него знали, мы жили, мы очень много, даже месяца не прошли. Сколько вам лет тогда было? Тридцать. А ему сколько лет было? А он или тридцать пять, или тридцать шесть. Он и жена. Мы тут встречались, а потом, я не знаю, он там на работе где-то был. Он инженер был. Вот так. Так вот это, когда я получила, что он погиб, так, и вот родился у меня ребенок. А он был русский. Ну, что? Так мама написала, уже освободили, или Петернашлав, или Векли Петров, чтобы этот, как я, завидел этот мой, чтобы он взял мои зеволи этого ребенка. Ну, чтобы он и древен был. Понимаешь? Такое-то мне надо было. Не пишите. Так он, вот это, он, когда мы приехали сюда, он им было в ферме, и он сейчас намедает фамилию. Это правда. Мы уже тут фамилию, я уже и даду. Расскажите, пожалуйста, о судьбе Ваших сестер и брата. Этот, значит, сестра моя, же это старшая, дмин-врачом, работала где-то в Петровских, в Донецке-то, принимала больную. И во время этого они были в Таяхе. Во время, там был сын ее старший, на этой Руборы. Сын жил в Таяхе, он закончил институт, и его туда пошла. Так она, она с мужем поет. Субтитры сделал DimaTorzok